МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Днем ожидается до минус 8. Самыми холодными днями недели станут пятница и следующие за ней выходные. В последний рабочий день ожидается минус 23. В темное время суток и минус 13 светлое. Напомним, в прошлом году к выходным по случаю празднования Международного женского дня, наоборот, потеплело до плюсовых температур. Нам бы праздничные тюльпаны и розы не заморозить и преподнести милым дамам в самом лучшем виде. Девушки редакции программы НЭП в отличном настроении и в предвкушении весеннего праздника. Сегодня вам поведают о новостях потребительского рынка. Меня зовут Олег Буря. Мы начинаем. Смотрите сегодня в программе НЭП. Самое главное придумать. Процесс пошива, он тоже, конечно, время занимает, но это уже более тонкости, которые на девушку абсолютно не сваливаются. Эх, эта свадьба пела и плясала. Даем старт самой красивой НЭП-экспертизе. Как заключить брачные узы, чтобы не было мучительно больно за потраченные средства? Всю неделю мы будем рассказывать о всех тонкостях свадебного бизнеса. Сейчас корсет – это не тиски, это украшения. А правильно подобранная модель способна приподнять грудь, спрятать животик и выпрямить осанку. Осинная талия, пышные бедра. От офисного до ортопедического. Выясняем, какие корсеты предпочитают современные феминистки и почему красота больше не требует жертв. Есть у нас специальная служба закупа, то есть надо позвонить к нам по телефону, сказать, что хочу что-нибудь вам сдать и все. Экономия должна быть экономной. Изучаем рынок бывших в употреблении вещей и рассказываем, куда сдать старенький холодильник, бабушкину шведскую стенку и костюм с выпускного. Французский артист Мишель Латито проставился тем, что ел абсолютно несъедобные вещи. На своих представлениях он поглощал велосипеды, телевизоры и другие предметы из стекла, металла и резины. Однажды Мишель разобрал самолет и за два года съел его по частям, запивая маслом и минеральной водой. Подсчитано, что за свою карьеру он поглотил около 9 тонн металла. Виктория Тиханович ни за что не променяет печеный перец с бальзамическим кремом на безвкусной железяке. Правда же, Вика? Мы то, что мы едим. Правильное питание – это неотъемлемая часть здорового образа жизни. От него зависит наше самочувствие и внешний вид. Правильное питание – это не только отварное куриное мясо и брокколи, оно может быть разоплановым и интересным. Сегодня мы это вам докажем. А помогать нам в этом будет шеф-повар Егор Штепа. Егор, здравствуйте. Здравствуйте. Что мы сегодня будем готовить? Расскажите. Сегодня мы будем готовить печеный перец, сыром моцарелла, соусом песто и бальзамическим кремом. Для приготовления нам понадобится свежий перец две штуки, сыр моцарелла 120 граммов, салат на зелень, крем и соус. Первое, что мы делаем? Берем перец, разрезаем его точно пополам. Кстати, саму плодоножку не отрезаем, она придаст перцу насыщенный вкус при запекании. А вот все остальные внутренности – долой. Теперь наши перчики отправляются в духовку на 20-25 минут. Там они томятся при температуре 200 градусов. Пока болгарские овощные друзья запекаются, мы выясняем, как готовить полезную пищу. Не жарить на масле, да, если более полезно. Канцерген – это все, ну, как бы, очень вредно для нашего организма. Вот. Больше парового, больше печеного. Можно на гриле, в принципе. Как бы, тоже очень хорошо. Наши перцы, наконец, испеклись. Что дальше мы с ними делаем? Надо снять с них шкурку. Потому что, когда мы будем есть перцы, вот эта шкурка будет неприятна. Чтобы снимать шкурку было легче, обдаем сами овощи холодной водой. Освобождаем их от шкурки и кладем на микс салата. Сюда же пластики сыра. В финишную прямую у нас добавляем соус песто и… Бальзамический крем. Бальзамический крем. Кстати, соус и крем можно приготовить в домашних условиях. Смешиваем базилик, чеснок, кедровый орех, сыр пармезан, оливковое и растительное масло. А выпарив бальзамический уксус и добавив немного сахара, получим крем. Полчаса и наше блюдо готово. Приятного аппетита! Питайтесь правильно! Приятно работать в женском коллективе. То сдобы подкормят, то пуговицу к рубашке пришьют, то всю редакцию цветами заставят. Алина Алтынгузина решила пойти дальше. Помочь всем нашим телезрителям преобразить свои квартиры и подобрать шторы. Вместе с Алиной отправляемся за новинками на весенний шоппинг. Скоро наступит самая романтичная весенняя пора. И именно весной хочется меняться и обновлять все вокруг. Но речь идет не только о себе любимой. А о шторах. Ничто так не красит дом, как красивые и шикарные шторы на окнах. Портьеры, гардины, занавески. Все эти термины обозначают ткань, которая декорирует оконный проем. Первые рисунки на полотнах появились в Древнем Египте. Материю обшивали рисунками, орнаментами или же иероглифами, имеющими не только эстетическое, но порой даже магическое значение. В Месопотамии шторы украшали бахромой и различными драпировками. В Византии убранство штор приобретает некоторую роскошь, величие и помпезность. А самой дорогой тканью эпохи стал шелк, привезенный из Китая. Если раньше при оформлении окон использовали только тюль и занавески, то теперь можно реализовать любые дизайнерские фантазии, которые подчеркнут уникальность вашего интерьера. Очень актуально сейчас классический вариант двойных портьеров. Людям, скорее всего, уже поднадоели ламбрекены. Это как вариант смотрится очень интересно. Там буквально контраст какой-то сделать, и будет красиво. В принципе, римские шторы. Вообще функциональные, наверное, больше шторы сейчас актуальны. На полках в магазинах можно найти огромный ассортимент тканей для штор. Есть также и готовые варианты для любой комнаты. А если вы ищете что-то неповторимое и уникальное, без проблем, можно заказать авторские шторы на пошив. И, конечно же, не обойтись без услуг дизайнера, который к вам приедет, сделает все замеры и учтет ваши пожелания. Услуга – это бесплатно. То есть, как бы, идет предоплата, которая стоит, входит в стоимость заказа, как бы, а в принципе, бесплатно. Елена буквально неделю назад въехала в новую квартиру и обратилась в нашу редакцию за помощью в поиске бюджетного варианта покупки штор для своей будущей гостиной. Уже заказали мебель, и вот к вопросу о выборе штор у меня возникла проблема, что сейчас такое сложное время в стране, и бюджет у нас весьма ограничен. Мне хочется, чтобы они были какими-то массивными, какими тяжелыми, что если на улице слишком светло, можно было сидеть в полумраке, чтобы не пропускало дневной свет. Но в то же время, что если убрать шторы, на нее светло, уютно. Вместе с Еленой мы вооружились пятью тысячами рублями и отправились в салон штор. Можно серединку взять с рисунком, а все остальное сделать однотонно. Я думаю, что мы все равно уложим. Потому что есть и здесь ткани, как бы, 250-300 рублей за метр. Из всех эскизов и композиций Елена выбрала эту. Оказалось, что такой вариант можно сшить даже дешевле. Итого мы уложились в четыре тысячи. Если вы хотите порадовать свою вторую половинку, маму, бабушку или свекровь необычным подарком на 8 марта, подарите шторы. Они не только украсят ваши окна, но и наполнят дом уютом и теплом. А ведь так приятно после тяжелого трудового дня прийти в свой уголок, обвеянный любовью, заботой и красотой. Весна – самое лучшее время для обновлений. Поэтому смело меняйтесь сами и не бойтесь экспериментировать со своим жизненным пространством. Большой выбор, приятные цены, услуги дизайнера, пошив штор на заказ, а также скидки от 20 до 50% на все товары в магазине «Что шторы». Улица Спандеряна, 12, телефон 297-88-58. И улица Калинина, 43, телефон 232-15-72. Люди готовы платить за красивую упаковку, даже если внутри нее лишь воздух. Это понял французский студент Антуан Диблей. Он разместил идею продажи упаковок с воздухом своего родного города Монкюк на одном из сайтов. Ему довольно быстро удалось накопить более 800 евро, которых хватило на открытие онлайн-сервиса по доставке и производство первой партии консервированного воздуха. Описание продукта гласит, что воздух из Монкюк на 100% натурален. Он погружает в атмосферу тихого городка и способствует рождению новых идей. Свежий воздух идеально подходит тем, кто ищет творческое вдохновение. Ну а также покупатели предупреждают – содержимое банки используется один раз, поэтому не стоит оставлять ее открытой. Но если у вас родилась интересная бизнес-идея, а как ее реализовать вы не представляете, обращайтесь к Алине Малиевой. И посоветует, и поможет. Каждый руководитель, бизнесмен, предприниматель стремится расширить свой бизнес и стать лидером на рынке. Но на пути к этому нелегкому делу возникает ряд трудностей, одна из которых – дефицит свободных в обращении средств, ограничивающих развитие собственного дела. Как говорится, если чего-то очень сильно захотеть, то можно найти выход из любой ситуации. Например, обратиться за поддержкой к государственным структурам. На сегодняшний день предприниматели могут воспользоваться семью видами займов. Процентные ставки от 5,5% годовых. Сроки до 12 месяцев по одной программе. Срок рассмотрения заявки составляет 15 рабочих дней. Займы предоставляются как начинающим предпринимателям, так и бизнесменам с уже известным реноме. Эти средства можно использовать для реализации бизнес-плана, вложения на приобретение оборудования или его модернизации, для пополнения оборотных средств и для развития уже действующего бизнеса. Многие красноярцы охотно пользуются такими видами займов. Процентная ставка, уверяют, радует. Мы начали ремонт летом, летом этого года. По плану у нас ремонт должен был длиться один месяц. Бюджет был, соответственно, еще запланирован. Получилось три месяца, и появилась острая нехватка оборотных средств. Поэтому мы обратились в агентство. У нас очень положительное сложилось сотрудничество. Благодаря своей временной финансовой поддержке гастропап Александр не только открылся, но и вполне успешно работает среди подобных заведений города. Ведь в бизнесе, как известно, выживает не только сильнейший, но и активный. Да и как показывает мировая практика, кризис – это не только испытание, но и стимул для развития новых возможностей. Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса сохраняет низкие процентные ставки по программе микрофинансирования для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Адрес – улица Новосибирска, 9А, телефон 265-44-32. Не знаете, что подарить любимой половинке на 8 марта? Спросите Юлию Аржанову. Из личного опыта она знает, что лучшие друзья девушек – это бриллианты и золотые украшения. Начиная новый день, мы надеваем одежду в соответствующую случаю – наносим любимый аромат. А надевая ювелирные изделия, добавляем в себе немного мерцающего блеска и хорошую порцию шика. Какие ювелирные тренды способны выделить из толпы – разберемся на личном опыте. Основные направления ювелирной моды в сочетании с дизайнерскими инновациями. На это стоит обратить внимание. Новые идеи в ювелирном дизайне воплощены в фантазийных украшениях с использованием различных благородных металлов. Это такие, как платья на золото, рутинии, палладии. Причем эти металлы сочетаются вместе. Ну и камни драгоценные и полудрагоценные тоже. Кольца на всю фалангу, безусловно, притягивают внимание к изящным женским рукам. Дизайнеры предлагают носить и изделия, окольцовывающие сразу два пальца. Представляют варианты, способные украсить фаланги. Это стек-кольца. Почерк мастера своего дела узнается в дизайнерском серебре. Розовое золото, белые бриллианты – идеальное классическое сочетание. А если обладательница столь прекрасного украшения слегка устанет одного, то колечко легко трансформируется в оригинальный браслет. Дизайнеры представили и такие варианты два в одном. Кольцо, переходящее в браслет. Идеально для особенных случаев. Серги и кафа – одно из самых актуальных явлений ювелирной моды. Такие украшения носили еще тысячелетия назад. И вот в 21 веке они буквально покорили наши сердца. Они удобные и декоративные. Это могут быть молнии, перья, абстракции и, конечно, цветы, выполненные из благородных металлов и драгоценных камней. Перед вами эксклюзивные изделия, представленные в единственном экземпляре. Лунная соната. Бриллианты топазы, голубые и фиолетовые сапфиры. Интересен комплект с применением опала и голубых сапфиров. Или украшения, выполненные в трех цветах золота. И, конечно, бриллианты. Коньячные и классические. Роскошь в безупречном исполнении. Спонсор программы «Ювелирный дом. Ремикс». Дом драгоценных эмоций. Весенняя акция скидки до 40%. Каждый покупатель самостоятельно выбирает себе скидку. Прямо сейчас разыграем пригласительное на концерт финалиста шоу «Голос» Гелы Гуралия. Что для этого нужно сделать, узнайте в нашей группе ВКонтакте. Все условия розыгрыша есть на стене. Не упустите свой шанс, но прямо по курсу рекламный влог. Мебель для дома и офиса по очень выгодным ценам вы всегда купите в магазинах «Эконом-мебель». Мебель от ведущих российских производителей, от классики до модерна. Есть рассрочка платежа и доставка. Экономьте на цене, не экономя на качестве. Стрессы, витаминов не хватает. Теряешь волосы, но не теряй головы. Алирана. Клинически доказано, спрей Алирана останавливает интенсивное выпадение и стимулирует рост волос. Алирана. Спрашивайте в аптеках. А голову пусть теряют другие. Спонсор программы НЭП – компания «Эконом-мебель». В марте еще больше мебели в магазинах «Эконом-мебель». Экономьте на цене, не экономя на качестве. Первая женщина в Европе, которая надела на собственную свадьбу белоснежное платье, была королева Марго. 18 августа 1572 года она предстала перед пораженными гостями в наряде белого цвета. Именно с тех пор повелось, что девушки, вступающие в брак в первый раз, облачались именно в белое одеяние. Мода на белые свадебные платья продержалась до 18 века, после чего популярность вновь приобрели цветные платья. А вернула этот обычай королева Виктория, которая выходила замуж 10 февраля 1840 года в пышном белом атласном платье, декорированном кружевом и цветами апельсинового дерева. Как же выглядеть на своей собственной свадьбе ничуть не хуже королевы? Разберемся в первой части нашей свадебной НЭП-экспертизы. Одно из самых долгожданных и замечательных событий в жизни каждой женщины – это свадьба. А свадебное платье – важнейший атрибут этого мероприятия, ведь без него невеста не сможет в полной мере испытать всю прелесть торжественного дня. Как правильно подобрать свое свадебное платье и какие модели популярны в этом сезоне, попробуем разобраться. О великолепном платье мечтает каждая девушка. Но подбирая платье, ориентируйтесь не на пропорции моделей с обложки, а на свои собственные пропорции. Так, если у вас красивая грудь – здорово. Подбирайте правильный вырез по форме, декорируйте, возможно, грудь какими-то каменьями. Создайте вкусный образ, вкусный свадебный образ. Но выглядите достойно. Если у вас очень узенькая талия, предпочтите не свободное, а более облегающее кружевное платье. Но, к примеру, если ваше телосложение далеко от идеального, все же не подбирайте платье с открытой спиной. Оно не только подчеркнет дефекты, оно увеличит их. Существует негласное правило – чем пышнее платье, тем скромнее аксессуары. В противном случае рядом с женихом будет не роскошная девушка, а новогодняя елка. Стиль супругов должен совпадать в тематике, цветовом решении и аксессуарах. Для мужчины свадебное мероприятие скорее подчеркивание его статуса. Поэтому, подбирая костюм, оттолкнитесь от качественных тканей, от хорошего кроя. Так или иначе, мужчина должен показать, что он обдуманно, осознанно делает этот шаг в своей жизни, что он счастлив и что он идет на это для того, чтобы сделать свою даму счастливой. Что касается модных тенденций, то дизайнеры предпочитают классические силуэты и элегантное кружево. На Кристине та самая модель, которая сегодня считается остро актуальной. Объясню почему. Сегодня роскошь невесты определяется не калибром кружева, а тончайшей выделкой работы. Если издалека вы увидите эту невесту, вам покажется, что она вполне лаконична и минималистична выглядит. И только при близком рассмотрении вы поймете, что на ней буквально россыпь камней, бриллиантов, поеток и страз. Вот это та самая роскошь и невинность, которую сегодня модельеры все чаще подчеркивают, демонстрируя все-таки окружающим, что невеста невинна. Но помимо эстетического удовольствия от выбранного образа, не менее важна финансовая сторона. На покупку платья цены стартуют от 15 до 40 тысяч рублей. Шить или не шить? Этим вопросом задается половина слабого пола. Мне очень нравится, вот она, как бы вверх рук, ну конечно не так открыто будет, может быть вот сюда завести, как бы кружево. Платье цвета айвори в пол и чтобы кружевная спина. Такую модель ни на одной моднице не встретишь. В этом-то и плюс индивидуального шитья. Любую идею воплотим в жизнь, уверяют модельеры. И цена приемлема от 10 тысяч. В среднем за метр ткани готовьтесь выложить от 2 до 5 тысяч. Дороговато. Ищем что-нибудь подешевле. Аренда. Низкая цена это, конечно, хорошо, но вот выбрать платье подходящего размера, цвета и фасона довольно сложно. И так хочется, чтобы наряд невесты остался не только в памяти, но и в шкафу. Чего-чего, а аксессуаров в аренду видимо-невидимо. Шубка от полутора тысяч, перчатки от двухсот, фата от пятисот, аксессуары от тысячи. Выгодно. Подведем итоги. За платье, купленное в магазине, готовьтесь выложить 30 тысяч. Индивидуальное изготовление 15, плюс ткань в районе 15, и того тоже 30 тысяч рублей. А вот аренда обойдется вам в 5-7 тысяч. Воплотить все свои свадебные фантазии в жизнь и одновременно сэкономить можно, стоит только захотеть. Завтра вас ждет продолжение нашей свадебной НЭП-экспертизы. Посчитаем, какую сумму обойдется пригласить на бракосочетание звезд российского шоу-бизнеса. И с какими суммами готовы расстаться красноярцы во имя совета до любви. Но прямо сейчас к экрану приглашаются мужчины. Будет горячо и красиво. Анастасия Прохорчук отправляется примерять корсет. Когда-то дамские корсеты считались полезными, ведь они выпрямляли осанку, отличали статную персону от простолюдина. Но в те давние времена просто-напросто не было рентгена. Сломанные ребра, сжатая диафрагма, деформация печени. Страшная эта сила, красота. Слово «корсет» в переводе с французского означает «тело». Появление первых корсетов относится к античным временам. О пиках популярности приходится на средние века. Внутри первых корсетов находились жесткие косточки из дерева или слоновой кости. Женщина, занимающая должность шнуровальщицы корсетов, получала очень высокое жалование. Ведь процесс шнуровки мог занимать и два, и три часа. Сейчас корсеты – это редкая перчинка в женском гардеробе. К слову, в книге рекордов Гиннеса зафиксирован самый маленький объем талии – 38 сантиметров, которого с помощью корсета удалось достичь одной американки. Сейчас корсет – это не тиски, это украшение. А правильно подобранная модель способна приподнять грудь, спрятать животик и выпрямить осанку. Мировой женский опыт гласит – достаточно одной эффектной детали, чтобы мужчина взглянул на вас по-новому. Век 21 на дворе, но только корсет по-прежнему способен придать фигуре идеальные пропорции практически мгновенно. Корсеты подбираются так же, как и бюст в плане по объему, то есть по обхвату груди и по размеру чашечки. То есть вот данная вот эта модель, она идет именно более соблазнительного характера, где нет лишних усиков, то есть она как бы не утягивает. Средняя цена на корсеты – 2000 рублей. В таких современных моделях нет многометровых завязок. Их заменили удобные крючки с тремя уровнями утяжки. Во время примерки сделайте полный выдох, но оставьте место для вдоха. Объемное кружево и оборки предпочитают все-таки дамы с небольшой грудью. А вот пышногрудным красавицам стилисты не советуют выбирать объемные рюши и банты. Корсеты с глубоким декольте подходят дамам с хорошей формой груди. Однако в современных корсетах можно не только дефилировать перед любимым мужчиной. Есть и более скромные повседневные варианты. Они сочетаются с джинсами или брюками. А вот и частичные корсеты. Отдельно удерживатель на талию – цена 700 рублей. Или комбинированный модель полу-грация – держит в строгости все, кроме груди. Будет вашей за 3000 рублей. Стирка таких изделий исключительно ручная, а лучше сухая чистка. К 8 марта не грех будет подобрать и пеньюар из элитной коллекции. Модель представленная производством Италии. Ткань – хлопочек. Кожа будет в нем дышать, и плюс это еще идет как соблазнительного характера. Но не все же глаз радовать. Можно и о здоровье задуматься. Корсеты ортопедические, сплошные для ношения дома и еле заметные конструкции. Корсеты пояснично-крестцовые приходят на помощь при радикулите, остеохондрозе, грыжах и мануальном лечении. Неоднократная утяжка, все элементы регулируются, а жесткость каркаса можно настраивать индивидуально. Такие модели развивают мышечную память. Для офиса корсет – отличный вариант. Работать за компьютером и контролировать осанку – находка для многих очень подходящая. Здоровье и красота. А какой корсет выберете вы? Более двух тысяч позиций мягкой корпусной мебели, 500 моделей кухонных гарнитуров, доставка, кредит и рассрочка. Мебельный терминал «Шахтеров-49Б». Виталий, пока стоял в пробке, продал свою машину и купил новую поближе к светофору. Еще больше шуток на радио «Юмор-ФМ». Исследования, проведенные в США, выявили, что каждый четвертый американский миллионер носит ботинки не дороже 100 долларов. Каждый десятый платит за свой костюм не больше 200 долларов. И только треть богатых людей ездит на машине, которой еще нет трех лет. Алина Алтынгузина, конечно, не подпольный миллионер, но экономить тоже умеет. Все о вещах бывших в употреблении в расследовании далее. Так, шубу я носить уже эту не буду. Ноутбук уже старый. А диван охота новый купить. Ну не выбрасывать же все это. А выкидывать ничего не нужно. Оказывается, в нашем городе есть достаточно мест, куда можно сдать свои старые вещи. От холодильника до детского комбинезончика. Но давайте по порядку. Начнем, пожалуй, с одежды. Ежели вы решили расстаться со своим любимым платьицем, брючным костюмом или шубкой, вам прямая дорога в комиссионный магазин. Такие магазинчики принимают одежду под реализацию на определенный срок. Все официально. Составляется договор, где прописываются условия, цена и сроки продажи. Если товар не продается в срок, вам просто-напросто вернут его. Цена определяется оценщиками, но с учетом ваших пожеланий. То же самое касается свадебных платьев и мужских костюмов. После всех торжеств их можно сдать и на прокат. Ну а если вы счастливая ячейка общества, в квартире которой яблоку негде упасть среди детских вещей, а на балконе давно живут коляска или автомобильное кресло, дорога им в комиссионные магазины. Идем далее. Что же делать, например, с мебелью? Отдать в хорошие руки. Правда, условия немного меняются. Вашу мебель забирают безвозвратно, а гонорар за нее отдают на месте. Вид, чтобы был, естественно, продажный, товарный вид имел. Совсем такой охлам уже не берем. Диваны, кресла, шкафы, кухонные гарнитуры и даже мусорные ведра – все на продажу. Если человек, допустим, мы называем им цену, за этот диван мы можем дать вам 500 рублей, не больше, все. Как бы человек отказывается. Мы можем просто уехать и все. Переходим к бытовой технике. Тут история намного интереснее. Товарный вид не обязателен, скупают даже неисправные образцы. Есть у нас специальная служба закупа. То есть надо позвонить к нам по телефону, сказать, что хочу что-нибудь вам сдать. И все. Выйдут люди, специальные закупщики к вам на дом. Оценят, рассчитаются, сами все вынесут, вывезут. То есть от вас необходимо только позвонить и все. Никаких документов на бытовую технику не нужно. Вам достаточно вызвать оценщика на дом, который выставит цену за технику, тут же с вами рассчитается и старый бабушкин телевизор Горизонт отправится прямиком на полку магазина или на запчасти. Есть, конечно, и альтернатива всем магазинам. Это интернет-порталы. Самые популярные у красноярцев Авито, Красмама и 24АУ. Достаточно просто разместить свое объявление, указав полную информацию о товаре, добавить фотографии, обозначить стоимость и ждать, когда откликнутся новые хозяева. Ожидание займет от суток до года. Все зависит от ценности и востребованности лота. Так что не захламляйте свои дачи, антресоли и балконы. Ведь бывшие когда-то в употреблении техника и вещи помогут кому-то сэкономить, а вам заработать. Известно, что Суворов даже в сильные морозы очень легко одевался. Екатерина II подарила Суворову шубу и велела обязательно ее носить. Что делать? Ведь ослушаться приказа императрицы было никак невозможно. Тогда Суворов стал везде возить с собой дарованную шубу, но держал ее на коленях. Анна Куценко такого поступка Александру Васильевичу простить не может. Ведь если шуба есть, то ее нужно носить, читает Аня и доказывает это на личном опыте. Здравствуйте. По данным Гесметио, март в этом году обещает быть морозным. Не омрачает это обстоятельство обладать мест теплых и модных шубок. Сегодня из личного опыта мы узнаем, как создать безупречный образ, подобрав правильную одежду, обувь и аксессуары под норковую шубу. Короткая шубка из норки может удачно дополняться высокими сапогами на изящном каблуке или ботфортами. В целом же образ женщины в дорогой шубе должен выглядеть шикарно. Поэтому аксессуары предпочтительно выбирать из натуральных материалов – кожи или замши. Пальто из норки не сочетается с вязанными объемными шапками, шарфами, варежками или спортивными ботинками. Ведь норковая шубка, даже короткая, все же относится к классическому стилю одежды. Также не рекомендуется одевать с такой верхней одеждой цветочные принты. Ткань должна быть однотонной, монохромной, спокойных оттенков. Одежда, которая надета под меховым изделием, не должна торчать из-под подола шубы, иначе вид будет, мягко говоря, неряшливый. Здесь унес на платье подлиннее. Но главное, чтобы оно не было из слишком легкой ткани, шифона или сица. Иначе эта одежда будет создавать дисгармонию. К чувству мира и вкуса в образе призывают все именитые стилисты. Если вы любите кислотное платье, то, конечно, какой-то спокойный мех, спокойного цвета, может его, как бы, немножечко облагородить, успокоить. Что касается сумок, то лучше всего для данного наряда подойдут маленькие аккуратные платья, придающие образу утонченность и изящность. Однако не стоит стараться подобрать сумку под цвет шубы. Лучше, если она будет соответствовать тону обуви. К норковой шубке подходят кожаные пояса без излишеств. А что касается украшений, то со столь элегантной верхней одеждой хорошо сочетаются золотые изделия. Попробуйте и вы создать свой привлекательный и безупречный образ на личном опыте. Дополните свой образ норковой обновкой, приобретенной здесь. Ведь сейчас, в начале весны, купить шубку можно очень выгодно. По цене в фабрике изготовителя. Шубы Гонконга. Большой выбор. Прямые поставки, рассрочка и кредит. Мужчины, на 8 марта своим дамам делайте меховые подарки. Наше время в эфире «Стекло». Предлагаю организованно продолжить делиться полезными советами, экспериментами и ценной информацией. Ровно в 22 часа на 7 канале уже завтра. И пересмотреть на здоровье все предыдущие выпуски в нашем сайте. Ну а если у вас есть вопросы, на которые пока нет ответов, попробуйте переадресовать их нашим корреспондентам. по телефону 290-19-90. Всем удачи и только грамотных покупок. Счастливо!